Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители Карторо. Давайте посмотрим, тайная связь, есть ли переход на новый уровень отношений. Тайная связь – это не обязательно, когда партнер женат. Это может быть отношение, когда он вас скрывает, никому не рассказывает и не показывает по каким-либо причинам. Есть такие, знаете, своеобразные романтики, которые живут такой тайной связью, в интернете общаются, они как бы оберегают это, на самом деле они даже и не планируют перевести на что-то серьезное такие отношения. Итак, тайная связь, есть ли здесь переход на новый уровень. Так, он понимает, что он вас очень сильно разочаровал и вы не хотите с ним общаться. Он ищет решение, потому что он одержим, но завоевать вас, да. Он хочет, кстати, перейти на новый уровень отношений, понимая, что по-другому здесь просто отношения будут разрушены. Здесь у него очень большая любовь и он хочет вам сделать какой-то приятный сюрприз. Он хочет с вами поговорить и сказать о том, что он выбрал вас для длительных отношений. Так, здесь нужно переходить на новый уровень отношений. У него созревает такой план, но вы его не понимаете, он считает, да. И он собирается активно действовать, потому что у него сексуальная страсть очень сильно проснулась в вашу сторону. Он верит, что он с вами будет в счастливом браке, что вы ему родите двух деток. Вот, и несмотря на сложности и трудности, человек не собирается отступать ни под каким предлогом, потому что он чувствует, что эта любовь его не отпускает. Здесь такой момент, что, знаете, вот он вроде как старается что-то делать, но перед ним встают какие-то препятствия и проблемы, их нужно преодолевать, он пока не знает, как это сделать. Так, для него такая звезда загадочная. И не просто звезда, он вас где-то побаивается. Не просто побаивается, даже, я бы сказала, боится, потому что королева мечей, которая, во-первых, в карман за словами не полезет, во-вторых, четко обозначает его границы. Он здесь считает, что в каждодневном труде можно преодолеть препятствия, но пока его как бы страхи одолевают, да. Но любопытство тоже такое у него. Он старается маячить у вас на горизонте, не пропадает он. То есть то появляется, то тормозит, да. То есть он играет в такой короткий, длинный поводок, не понимая, что на вас это уже давно не работает, что вы уже не хотите вообще ничего. Вы для него тот маяк, на которого он шел, как на свет, да, как бы в море корабль. Потому что вот вы та женщина, которая олицетворение его мечты. Он здесь такой император-самодур, которого никогда не переделать. Но вы из головы у него не выходите. Он, конечно, здесь подвесил себя так за ножку, висит ничего, не делает, идет, когда за него все сделают высшие силы. Но любовь его нагибает. И он уже здесь хочет реальной встречи. И хочет развитие отношения к браку и к семье. Он хочет получать любовь от вас. То есть он такой наивно-чукотский юноша, который думает, что вы будете прям холить, лелеять его после брака. Очень много мечтает, фантазирует ему снять со сны на эту тему. Он понимает, что вы ресурсное сама себя сделали и очень высоко себя цените, с достоинством идете по жизни. Поэтому он так неуверенно стучится к вам в переписке и старается привлечь к себе внимание. Он считает, что у вас есть решение вопроса, у вас есть ключики, что вы все можете, да, и могли бы сама все уже давно сделать, чтобы вы поженились. Человек творческий, сидит в каких-то фантазиях, иллюзиях. Человек, который не дорос, но выбор свой сделал. Так, вы достаточно сильная женщина, которая смогла его загнать под каблук. То есть он понимает, что он подкаблучник. Ему хочется переписки, ему хочется любви, ему хочется манипуляторства, да, оттачивать мастерство. Он сейчас ходит злиться, психует, ревнует, не может понять, почему вы не хотите общаться. Будет он активно действовать, будет он пробивать стены для того, чтобы все-таки с вами поговорить. Здесь он проходит определенный урок в плане ревности. То есть он думал, что у него очень много денег, и вы выберете только его. Оказалось, что вы можете выбрать и другого партнера, да. Он готов преодолевать препятствия, болезненно переживает эту ситуацию. Знаете, опять как-то так по глупости будет появляться в вашей жизни, но опять никак он не вырастет из коротких штанишек. Упорно ждет, когда вы начнете проявлять к нему любовь. Он думает, если он будет отстраняться, то вы будете к нему двигаться. А вы очень заняты своей работой, и вам на самом деле неинтересны его какие-то там мытарства. То есть вы потеряли интерес. Здесь разрушение идет. Разрушение треугольников, и высшие силы как бы заставляют человека двигаться. То есть вы теперь ему не даете ни любви, ни внимания, ни заботы. Не развлекаете его, да. Вы спокойны, уравновешены, и занимаетесь только собой. Иногда, подглядывая, недалеко ли он ушел. Он пытается вами манипулировать. Манипулирует он для того, чтобы был брак и семья, но при этом не хочет выходить из зоны комфорта. То есть выносить мозг он умеет. Принимает решение, пока не умеет. Не видит вообще, как правильно принять решение. У него здесь и страхи, и сомнения, и переживания. И понимает, что ситуация затянулась, что вы находитесь в лабиринте, что могут быть третьи лица. Они спят ночами. Иногда у него безумная апатия. Он считает, что вы как женщина, такая, знаете, ведьма, которая все про него видит, знает, что вас сложно обмануть. Сидит он в интернете, подглядывает за вами, ищет тот треугольник, кто перетянул вашу энергетику, чем он лучше, да, и снова двигается. Считает, что вы его судьба, что бросить он вас не хочет и не может, что он собирается как бы построить гармоничный союз. Здесь он проходит, допроходит трансформацию. Он хочет о вас заботиться до самой смерти. Пока не может найти какого-то определенного решения и не собирается отступать. Ну, то есть человек такой ищущий, да, ищущий человек. Так, чем же все это закончится? Вся эта ситуация, да, что вы перейдете ли вы на этот новый уровень, вообще, в конце концов. Так, ну вы красавица такая для него, интересная, сильная, мощная, которая к нему не то, что подход нашли, а четко одели ему такой поводок, и знаете, как дергать. Он думает о вас постоянно. Все у него мысли о вас. Яркая, харизматичная, сексуальная, привлекательная. Ему хотелось бы таких детей от вас, да, то есть как бы он считает, что сочетание будет круто. В ближайший период времени выйдет из застоя и начнет двигаться в сторону любви. То есть понимает, что любовь не отпускает, мысли не отпускают. Хочет он победы, хочет, чтобы выбрали его из треугольника, не хочет, чтобы он проиграл, вы, например, вышли за кого-то замуж, поэтому он будет активно действовать, потому что страсть преобладает, и он здесь захочет с вами встретиться, и выбор уже четко упал на вас. Единственный период времени, что он будет периодически, знаете, уходить в холодной энергии, сидеть, сам себе на горло наступать, думать, мучиться, страдать, потом активно вылезать. Вот. Одержимость и страсть ужасная. То есть она ему не дает ни спать, ни есть, ничего. Ему хочется завоевать, подчинить, командовать вами, манипулировать вами. Такая ситуация у вас продлится довольно долго, месяцев 6-7. То есть тут император Самодур должен допройти сложную трансформацию, он должен получить уроки, что, ну, если он не будет правильно себя вести, то тут не будет взаимопонимания, да, или что вы такая звезда, которая не даст ему просто так каких-то эмоций, каких-то денег или какого-то удовольствия. То есть если человек не готов за это платить или не готов что-то для вас делать, то вы не готовы к нему возвращаться. Вот вы императрица-умница-красавица, который знает себе цену, что он любит вас, да, и он должен принять, что вы его можете хотя бы уважать, если он начнёт что-то делать. Про любовь уже тут пока разговора нет. Очень много у него иллюзий, фантазии, слёз, разочарований, мучений, страданий, тяжёлые кармические ситуации, но это судьба. То есть вы по судьбе друг к другу. Так, ничего нового он искать не будет. Всё, он поставил точку конкретно на вас и считает, что вас надо добиваться, иначе это всё продлится бесконечно долго. Он считает, что вы очень ресурсная, спокойная, уравновешенная. Знайте себе цену, что вы самый лучший шанс в его жизни. Он будет активно вас завоёвывать. Очень сильная любовь. Он старается следить за вами, наблюдать. Здесь он должен дорасти до человека, который возьмёт на себя ответственность и должен дорасти, что он должен действовать, чтобы вы стали его женой. И только тогда будет гармония в браке. То есть в браке он может якобы расслабиться. Так, сомневается он, конечно, что вы выберете его. Он, знаете, чувствует себя каким-то клерком среднего звена, недорослям, который вас недостоин. Здесь приходится очень долго, упорно ждать, взвешиваться за и против. Он пишет только потому, что он нацелен на результат. То есть он не собирается там отступать. Он считает, что раз он вас полюбил, то любыми интригами, какими-то хитростями, манипуляциями он должен вас завоевать. Вы тут человек, который находитесь в тайных отношениях. Вы такая активная, страстная, целеустремленная, привлекательная. Человек пройдет трансформацию. Будет он активно действовать, сдерживая чувство эмоций или какую-то ревность. Вы для него здесь весь мир. И он будет готов двигаться очень долго. То есть он готов и завоевывать, и готов тратить на вас деньги, лишь бы добиться. Ситуация кармическая, сложная, тяжелая для вашего партнера. Но ему так хочется признания с вашей стороны, что он здесь будет пытаться манипулировать вами так же, как в самом начале, на чувстве ревности, чтобы вы не попались. Переведет он эти отношения на другой уровень. Он тут придет к тому, что только с вами может быть ресурсный брак и семья. И это будет только потому, что вы возьмете такую роль жертвы, подвеситесь на ножку, ничего делать не будете. Будете проявлять холодность, будете проявлять рассудительность, при этом жить своей жизнью, наслаждаться жизнью, развлекаться. И вот это заставит его реально двигаться в вашу сторону. Вы еще здесь можете поплакаться по поводу того, что у вас нету денежков, вы очень хотите подарочков, хотите новое колечко, новую машину и так далее. И тогда партнер начнет понимать, что по-другому уже не получится, нужно здесь включать мужчину и взрослеть. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok